Молодые, талантливые, инициативные. Ульяновское поколение Next готово менять себя и регион к лучшему. Вопросы переформатирования молодежной политики обсуждали в эту субботу на берегу Старомаинского залива. Полсотни молодых активистов, в числе которых представители молодежного правительства, гордомы, студенческих объединений, трудились над созданием новой стратегии молодежной политики. Нужна ли политика в молодежи? У нас сейчас очень сложно говорят о том, что нужны какие-то административные ресурсы, нужна какая-то бюрократическая структура. И мы забываем о самом главном, для чего мы собираемся здесь. Поэтому мы топили за то, чтобы мы создавали, делали и решали проблемы. Участников поделили на команды, каждый из которых досталось определенное направление работы правительства – медицина, образование, наука и многое другое. Молодые люди должны были не просто сформулировать новые предложения, но и представить конкретный план действий. Все предложения были выдвинуты на общее голосование. Лучшие были представлены губернатору и представителям правительства. Моя команда разработала проект по созданию сети лабораторий в нашем регионе и поднятия науки в целом. Мы хотим, чтобы театры ездили и помогали развиваться театрам. То есть в каждом муниципальном образовании есть свои коллективы. И чтобы эти коллективы благодаря этим выездам и мастер-классам тоже росли. Среди предложенных решений – введение робототехники в школьную программу, переформатирование работы в информационном пространстве и организация неформального образования для школьников. Но, пожалуй, основная задумка активистов – создание своего собственного пространства. Мы взяли такое направление, как власть. И в данном направлении о молодежной политике, что мы видели, это создание дома молодежи, где площадка будет для организаций, для инициативных групп, которые также будут заниматься разработкой стратегии, проектов, различных мероприятий. Очень хочется, чтобы на территории региона появилась база для неформального образования, отдельная выездная, чтобы мы не проводили время в частном секторе, чтобы у нас была своя и на круглодичной основе она работала. Предложение поддержал Сергей Морозов. Каждый из пунктов, с учетом мнений экспертов, станет основной для дальнейшего развития молодежной политики. Мы понимаем, что это лишь первый этап в написании большой программы. Второй этап будет через несколько месяцев, где будут дополненные пункты стратегии. Будет большое обсуждение с общественностью. Мы хотим, чтобы именно молодежь сказала, нужны конкретно эти пункты или нет, и какие необходимы добавить. Кстати, во время совместной с молодежью встречи губернатор предложил кандидатуру замначальнику управления по общественным проектам Ирину Лукьянову на должность министра молодежного развития. Анна Тищенко, Новости Ульянской правды.